Добрый день, с вами лучший в мире. Я сегодня решил сыграть в шахматы одну или несколько каточек. Значит у нас какой-то пик нестандартный. Английское начало что ли оно называется. Что мне тут делать? Ну попробую уже 6 походить. Итак, у нас что? Защита каракан видимо на доске. Тут D5. Я обычно этот вариант защиты каракан не играю. Но мой соперник хочет меня своим пиком удивить. Нет, у него это видимо не получится. Тут D3 ходят, говорят, ну я отдаю коня обратно. И сейчас у меня будет преимущество двух сводов. Так, ну если он меняется, то я просто на самом деле счастлив. Он конечно может использовать преимущество своего пика. Попытаться разместить коня на поле Е5. Поэтому я заранее поле прикрыл. Нет, конечно тут катка возможно еще не выиграна. Поскольку всего лишь навсего преимущество двух слонов. Но поскольку сейчас я начинаю давить на его позицию, то обычно такие ломаются. Хотя мы видим, что у него довольно таки нормальный ММР. Ну он разменял слонов. Вот сейчас у меня нет преимущества двух слонов. Но хочу перевести своего слона на D5. Он пешку отдает. Ну конечно, наверное, скилл сказался в какой-то определенный момент. И он взевает пешку. Ну конечно, очень сложно играть с лучшим в мире. Что это такое? Он взевает также и фигуру. Нет, это не получается. По-моему, у меня все-таки выиграть. Поскольку он хочет перейти в лодейное окончание. Да, лодейное окончание это конечно камбэк из риэл. Камбэк из риэл в лодейнике. Но тем не менее, лишняя пешечка. Пешечка-то лишняя. Я напалом. Защищаюсь. Just defend my pawn on C6. Веду короля в центр. Нужно пешечкой, пешечкой ходить. Пешечка, пешечка. Так, можно попытаться выменять материал какой-то определенный. Но тут камбэк из риэл. Это лодейное окончание. Но все-таки попробуем что-то предпринять по этому поводу. Можно перейти в лодейное окончание всего лишь с одной парой ладей. Сложно, сложно конечно играть соперником с ХММР. Но зато тут одно преимущество. Только твои клешни мешают. А не клешни четырех тиммейтов. И у нас продолжение. Он вызывает пешку на Б4. У него возможно, что он так и задумывал. Он забирает в ответку пешку на Ж6. Но пешка на А4 тоже видимо попадет. У меня пока очень много проходных пешек. Очень много будущих ферзей. Лучших фигур на шахматной доске. А он забирает на Ф6. Но у меня все равно парочка пешечек. И пешечка идет вперед. Пешечка идет с 25 левелом. С 6-сватовыми. Хочу Д2 походить. Потом ходя Д3. Перекрытие и перс. Думал со мной соперник. Не думал, что на такой мыловой ММР так играет. Но не с тем столкнулся. Столкнулся. Он просто повел пешечку вперед. Пешечка, пешечка, пешечка. Это перс будущий. Ну и все. Сейчас перекрою. Концовка. Хе-хе. Изи каточка. Изи. Изи вообще. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну попробуем еще одну каточку. И у нас в доске французская защита. Вариант Винавера. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тут столько возможностей. Столько возможностей. Б6. Б6. Именно одна из любейших возможностей. Ну аж 4 я знаю. Тут надо ходить. И на конь бьет. Аж 4 последует. Ж3. Но нет. Слон А6 хочет разменять своего ужасного французского слона. Все-таки показатель того, что у него неполный волк скилл. Меняет он слонов. Или не меняет. Хочу конем забрать пешечку на Аж 5. Конечно, поэтому ферзем не бью. Мог бы ударить. В принципе. И коня веду за пешечкой. Аж 5. А он не может рокировать. Не может он рокировать. Поскольку слон Аж 5 таки мешает королю это сделать. Он ферзем на Б5 ходит. Ну вот гоню этого ферзя. Защитил я пешечку. У меня на Аж 5 лишнее будет все равно сейчас. С изи пешкой, изи каткой, изи ММР. Ничего мне в этой катке не мешает. Против лучшего в мире играть сложно, наверное. Так, ударил. Он качество пожертвовал. Хочет мат поставить. Не, ферзей поменяю просто-напросто. Ферзь F5 G4. Вижу тактику. Вижу все. Абсолютно все вижу. Да, у него есть компенсация. Но такие катки не выигрываются. Такие катки не руинятся. Потому что у меня не клешни. У меня руки все-таки. Соперник задумался. Наверное думает стоит ли сдаться. Нет, он решает продолжить партию. Да, все-таки. Не какой-нибудь школьник, который бы сейчас заплакал. И сдался бы. И ливнул бы с партии. Нормальный игрок хочет играть. У него есть шанс. Это блиц. Блиц и есть шансы. Ну, F5 начинает толкать. Мне надо реализовывать пешечный перевес на королевском фланге. Нет, и пешку эту ему не отдам. Я вообще не хочу, чтобы он вскрыл позицию. Ага, он B5 A4 может походить. Нет. Вот так вот. Держи 8. Не могу слона убрать, так как на F4 пешка упадет. Что делать? Может пешку на F4 отдать? Тут, конечно, видим, что соперник что-то замыслил. Ладно, F5 все равно проведу. Потом проведу E6. За пешкой заходит. Нет. Я с собой ТП ношу. Поэтому так просто не сможешь со сплитпушить на ферзевом фланге. F5 все. Иду вперед. Иду вперед. Мат ставить. Оп. Коняш 4. Ну, у меня есть ход F6. То, что войдя его заходит, это не страшно. Потом я E6 буду угрожать. Слон держит поле E3 и D2. Трон мой так просто не упадет. Сейчас угрожаю E6 ходом. Ха, E6! И угрожаю просто поставить мат на H8. Задумался. Ну, не видит он защиты. Конь G6 G9F. Ну что? Сдаешься? Лучшим мерам играть сложно. Хе, мат! Мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат-мат- Ладно, на самом деле я просто дурачу сейчас, тем не менее спасибо за внимание.